Мастер-классы по прикладному творчеству проводятся в Большом зале Центральной библиотеки. Здесь уютно, светло и просторно. Сегодня пришедшим предоставлена возможность заняться росписью по дереву и созданием из текстиля игрушки-оберега солнечного коня. В пасхальные дни раньше на Руси делались всякие-всякие игрушечки, разные куколки делались. Конь – это одна из куколок народных, делается методом скрутки. Валентина Душко занимается с детьми декоративно-прикладным творчеством 25 лет. Через ее руки прошло не одно поколение желающих научиться мастерству. Ребята, которые посещают ее занятия на постоянной основе, многое умеют. А вот кто приходит на мастер-классы, им, конечно же, сложнее. Они познают народные традиции, они познают мир наших бабушек, уже и дедушек, и прапрабабушек, прапрадедушек. Им нравятся эти игрушки. Вот я неоднократно видела, когда дети с сделанной игрушкой играют на площадке, на детской площадке. И эта игрушка у них в руках. Очень приятно бывает. Сегодня ребята и взрослые делали солнечного коня. На Руси считалось, если сделать эту поделку своими руками в преддверии светлого праздника Пасхи, то весь год человек, обладатель этой игрушки-оберега, будет на коне. И у него все будет хорошо. Пока Вика Лихачева делала коня, ее мама и братик занимались здесь же, в библиотеке, росписью по дереву. Этот вид творчества также дошел до нас из глубины веков. Мы очень любим творчество, следим за публикациями в библиотеке. Очень нас заинтересовывают мастер-классы. И по возможности пытаемся совместить наше время и вырваться на творчество. Руководитель студии «Русские узоры» Татьяна Еремина, давая мастер-класс на первом этапе росписи по дереву, показывает детям, как нужно правильно держать кисточку и смешивать краски. Для маленькой Ирочки это первые шаги в живописи. Я с краской. Кого? Сапатку. Олеся Дубровина, занимаясь студией, не пропускает и мастер-классы. Технику живописи по дереву ей хочется довести до совершенства. Умеет смешивать, получать новые цвета, делать новую палитру цветов. Получается красиво, мне нравится, что я делаю, я получаю от этого удовольствие. Наши читатели теперь знают, что могут прийти в библиотеку не только за книгой, или за свежим журналом, или газетой, но могут также реализовать свою потребность в творчестве, в прикладном. Следующий мастер-класс сотрудники энергии планируют на май. Тема и место его проведения будут известны позже. Людмила Медведева, Владимир Бижонов, Елена Кошлева, Видное ТВ.